В данном видео я продемонстрирую примерный вид онлайн-консультации, каким образом это все будет проходить. Пользователь попадает на сайт, с сайта переходит по ссылке консультации гинеколога. Появляется страница с фото врача, можно здесь указать биографию или краткий комментарий врача, что угодно, и ссылка на страницу, где можно пройти саму консультацию. Нажимаем на кнопку «Пройти консультацию гинеколога». Предлагаются варианты. Можно оставить только один вариант – «Разовая консультация». Тогда будет сразу открываться страница разовой консультации. Вот такая страница будет открываться. Сейчас загрузится. Сразу будет открываться разовая консультация. Если же вы будете предлагать услуги нескольких консультаций, например, пакет консультации на месяц, пакет консультации на неделю или еще что-то, можно будет отображать это вот в такой в таком виде картинки соответственно тоже можно заменить пользователь пациент выбирает необходимую консультацию к примеру давайте выберем разовую консультацию у нас открывается страница и здесь мы видим сам заголовок врач сумма и вопрос самому консультанту то есть мой вопрос тут подробное описание проблемы пациента и сопутствующие файлы примеру выберем какую картинку узи или что-то можно было система повещает то что картинка была загружена нажимаем кнопку ok такие доступные варианты можно создать неограниченно то есть можно написать ваш вопрос консультанту там допал сопутствующие файлы или же ниже там каким галочки поставить но это уже по ходу работы вы можете предложить свои идеи я их просто размещу здесь указывается количество ну в этот вариант наверное я опущу уберу и и отправляем ее в корзину вот система оповещает то что услуга добавлено в корзину и мы можем либо оформить заказ либо продолжить заказ других других консультаций мы продолжим оформление заказа оформить заказ вот тут есть вариант регистрации с регистрацией то есть человек он зарегистрировавшись у него будет доступна возможность в дальнейшем задавать вопросы через свой аккаунт либо можно без регистрации тогда вопрос его уйдет просто ему на почту вот нажимаем кнопку продолжить здесь он заполняет полностью данные свои примеру мои данные такс адрес выбирает регион свой и продолжает покупки вот в данном пункте способ оплаты я подключу вариант после как вы заключите договор с пейбоксом я подключу вариант с пейбоксом вот будет возможность либо оплата при оплата в центре перинатальной профилактики либо вариант с пейбоксом вот далее если есть какие-то комментарии по моменту оплаты он пишет комментарии либо этот пункт можно убрать и нажимать кнопку продолжить все здесь его оповещает выбранные выбрана услуга то есть разовая консультация вопрос сам полностью подробно здесь написано и сопутствующие файлы то есть который прикрепил вот подтверждаем заказ заказ успешно сформирован то есть принципе эта система в виде магазина то есть только продажа не товаров а услуг идет вот заказ можно посмотреть в админ панели вот уже как администратор авторизовывается или врач авторизовывается и видит уже список заказов переходим в панель вот я уже один заказ делал вот получается первый заказ это второй вот нажимаем кнопку обзор и здесь уже виден нас детали заказа то есть адрес оплаты товар сам какой был услуга которая была заказана вот ваш вопрос консультанту мой вопрос подробно описание проблемы пациента сопутствующие файлы вот картинка то есть картинка загружена открываем картинку картинка открывается можно посмотреть и закрываем далее здесь идет подробно история когда это была проведена оплата и далее комментарии самого врача здесь можно нажать сразу игла галочку уведомить то есть пациента и комментарии там свой ответ вот нажимаем добавить историю и продолжается дальше можно продолжать работу по ответу на вопросы вот примерно вот таким образом работает сама система здесь же можно проверить изменить изменить цены изменить наименование как каким образом будет отображаться услуга такс давайте выберем одну услугу вот пожалуйста вот наименование описание самой услуги данные на фото такс цена указывается здесь в опциях указывается вот вопрос какой будет сопутствующие файлы эти поля обязательны или нет то есть без сопутствующих файлов к примеру если я сделаю дату без сопутствующих файлов пациент не сможет отправить вопросы и момент по редактированию самой страницы как бы презентационной страницы она тоже редактируется через админ панель вот она панель здесь как обычная обычное редактирование самой панели в принципе коротко то что хотел донести до вас вот как договор заключите с пейбоксом скиньте полностью данные от пейбокса я подключен в течение суток